Здравствуйте, дорогие товарищи! Для тех, кто с нами не знаком, с вами сегодня на охоту выехал дядя Вова бесконвойный или дядя Вова ураган, однако, джигит-батыр, однако. А для тех, кто с нами знаком, хочу повторить то, что уже 150 раз вам повторял и заколебал весь лишний состав, на охоту надо ходить тогда, когда погода сволочной. Чем хуже погода, тем лучше обычно бывает охота. Но сегодня, пацаны, чувствую, я переборщил нафиг. Погода такой, что вот не то, что хозяин собака на улицу не выгонит, а собака, короче, откажется вообще нахер, вообще хозяина выпихает, а сам дома останется. Погода аж и аж с ног сшибает, и всякие снежинки, и дождинки, и херинки летит с неба. Аж, 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 аж это, аж 150 раз пожалел, нахер, думаю, поехал. Вот осень же, да, зараза, блин. Зимой то, как ты надеваешься, соответственно, ничего, не знаю, блин. А это, елки-палки, ехала аж печка, она все включилась и рано, блин. Вот 0 градусов всего, да, на улице, а такое вот ветрыще сильное, осенний промозглость, и дождь сегодня, ой, весь день шел. Ну вот так вот поплакали, короче. Птичка не знаем, будет летать или нет. Вообще знаем, знаем, есть такое место, где она точно будет летать, и там можно нахерачить их, но это... И так погода сволочная, да, а потом еще тащить вот эти нахераченные птички, не, дурных нема. Кто хочет, пусть этим занимается. А мы пойдем туда, где птички, наверное, не очень много будет. Ну, так, что еще вам сказать? Блин, даже это не знаешь, куда камеры пихать и то и все. Но эта камера холода не боится, мы ее куда-нибудь так это на карман толкнем. Ага. Ну, не знаю, что еще сказать. Ну, не знаю точно место, где утка будет идти, туды-сюды. Ну, не хочется чапать туда по такой холодине, блин, и все это нафиг, елки-палки. Пойдем вот здесь вот так, постоим возле дороги. Тоже неплохое место, но мы не знаем, здесь птица ходит или не ходит. Что-то следы здесь какие-то левые, может, кто-то был, может, уже кто-то охотался или что. Вообще, не знаем. Ну, если птичка пойдет, то стрельба должна быть хорошей, потому что ветер очень сильный и птичка будет буксовать, если птичка будет заходить против ветра. А если нет, то, ну, че ж, на нет и сюда нет, правильно? Итак, пошли морозить сопли. Ребята, погода натуральная, не для слабонервных. Извиняюсь, даже не до камер, но дубак такой страшный. Ветер даже с ног валит, блин. Пришли к этому молоденькому озерку, маленькому такому. И там еще дальше одно есть, там камыши, он, видите, за буграми. Ну, дубак хорошо было. Ему пару штук выбили, чтобы выстрелить. Еще здесь. Прекрасный, красивый, красивый. Ну, уже все, он дошел. Не хочется мочить, не согреешься. Ну, смотрите, какой зеленоголовый, да? Крикаш, хороший крикаж он, это, по размеру почти что как гусь. А это уточка, ну, попалась, не видно было же, видите. Бак, аж это. Ой-ой-ой. Встанем в камышах, посидим немножко. Но я даже не знаю, что придет птицы менять, не знаю, что будет. Ребята, мы заняли позицию. Мыс капитальный такой. Видите, как он выдается в воду? Так, я его только оставлю здесь. Ага. Видите? Вода со всех сторон. Видите, какая там волна? Как в океане. Там есть хорошие заводи, более-менее тихие. И туда может птица пойти. Но могли бы и сюда пойти. Видите, здесь так сильно ветра нет. Затишек немножко за этой косой. Ага. Если уточки пойдут. У меня что-то дрот одна левая осталась. Патроны такие. Вообще нет, патронтаж еще есть. Ну, ладушки. Ну, постоим здесь, постоим. Камера, наверное, уже нихрена не берет. Хотя еще, не знаю. Солнце, может быть, только село. Ну, вот так вот. Вот так вот. Постоим, поокаем. Да, не светись там. Еду на вечернюю охоту. И уже не хотел ничего тут включать. Камеру показывать. Ну, смотрите, а. Ну, смотрите, как я, прелик. Что-то у меня спрашивал. Дядя Вова у вас на полях это, на утку охотится. Утка. Одна утка. Сто процентов. Крикаши. Смотрите. Поздняя осень. Видите? Ёлки-палки, а. Сидят бандиты. Поднялись частично. Ах, ремонт еще за бубром там столько их. Ёлки-палки, а. Крикаш, ребята, крикар. А там что, камышок, да? Да, только мышь. Ну, любит Крикаш это поле. Ага. Так, ну, мы в погоне за этой птицей удачей, короче. Ультрамарин. Наверное, не будем сегодня включать камеру, показывать, как мы одеваем бодрендаш, как одеваем забаги, как мы бодро шагаем. Ну, а просто приедем и побежим. Видите, сбоку на дорожке на обочине снежок, то есть морозец у нас и снежок, а мы что-то опять навегки одеты, в надежде, что это самое. Пока шарелишься, не замерзнешь. Вот там, видите, куча пшеницы. Не похоже на дяденьку. Друг мой такой немножко разрешает мне всегда охотиться. Что-то у него, короче, денег нет. Вот на такие вот железные емкости. Бинц называются. Был бы я богатый, я бы ему помог. Подогнал бы это. Купил бы ему. Это же их деньги, это их заработок. Видите, это. Ну, если он сохранит это зерно и сдаст, то это рыбель, короче. Ну, ладно, мы тут что-то трепимся, филососмуем, мычимся на охоту, немножко нарушаем, через что-то быстро едем по шебеночной дороге. Стало очень холодно, и птица эта, ну, много и ушла, наверное, теплолюбивая птица. Белый гусен тоже довольно теплолюбивый. Ой, просто это так, таскает по шебенке. Нехорошо. Ну, остались самые такие магикани, и вот на них мы хотим поохотиться. Ой-ой-ой, блин, поздно, как ты родился, теленок, заморжнешь, блин. Зима же наступает суровый, соскаж иванский, минус 30, минус 40, елки-палки. Ну, мчимся. Бежим, 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 ребята. А вдруг нам сегодня повезет? Вчера мы пролетели, две уточки, и все. А сегодня надеемся на удачу. Все прибыли. А что, пацаны, помните, я обещал? И девчата тоже. Он тебе обещал, что камеру не будем включать. Хей, обманул. Обманул нафиг. Обманули дурака на 4 кулака. Зачем обманули, не знаем, просто так. А он сумасшедший, он над нами издевался. Сумасшедший, что возьмешь? А может, вы там, знаете, вот это вся суть нашего канала, знаете, вот, говорите, дядя Вова вот так надо делать, вот так, а сделай вот это, купи GoPro, хермо, тудим-сюдим. А мы слушаем, нафиг, а делаем так, как сами хотим. Сказали, вот не будем камеру включать, значит, включаем. Ай, что-то много опять всякого тащить, елки-палки. Патрончик один возьму для Себы, для уточки. Четверочка. Спрашивают всегда, каким патронами стреляешь? Пластмассовые, с железным жопом. Такие заржавевшие уже, что-то почему-то. Много сырости видали, однако, на своем жизнью. Ну, что еще рассказать? Ну, что, ну, ну, все. Сейчас одеваемся и побежали. Холодно так, однако. Ну, ничего. Так. О! Эта кепка, это для киношки только. А на самом деле, вот, нефиг понтоваться. А то уши надует, блин. Вот такой вот шапочка есть у меня. Уже 280 лет назад когда-то купил где-то, не знаю, по дешевке. Я же все это жадный такой, блин, за доллар где-то, блин. За доллар история, блин. Так, все. Вот, берем пушка и побежали. На ходу будем заряжаться там. Все, пожелайте удачи. Ой-ой-ой, какие там пучки. Утки. Видите, холода. Последние деньки. Скоро водоемы замерзнет. Скует льдом. Замерзнут водоемы, да? Ага, ну, морозится такой по ночам, каждую ночь. И видите, утка вся подошла. Тусуется здесь. Ой-ой-ой. Она хорошо летает. Вот здесь их много сидела. Никакой не уснул тут. Ну, вот сейчас пойду туда. Может, хоть вот так удастся пострелять сегодня. Потому что гуся я не знаю, как он будет идти и будет вообще идти. Вчера сюда только это, три табунка пришли на то озеро. Фух. Ветер с севера. Поэтому надо нам встать как-то на южной части озера. Вдруг повезет, да? Вот всегда так. Вдруг повезет, друг повезет. А оно не очень хочет везти. И редко очень везет. И мы снимаем только техни ножки, где нам везет. И потом все думают, ой, дядя его крутой, какой херачит. У него там дичи. У него патрон волшебный. У него ружбайка с золотым чоком. Ни хера подобного. Фотомонтаж все. Фотомонтаж, блин. Сплошное надувательство, нафиг. Грузим апельсины бочками. Десять раз пролетаем, потом один раз стреляем и поантуемся. Что мы такие крутые охотники. Так, надо ставить байку, а то вдруг здесь кто-нибудь уснул в какой-нибудь лужи. Кстати, этот гусяку, что у нас посадил. Ну, так долго у меня не будет ждать, наверное, здесь. Коёта уже, наверное, съели. Фух. Сейчас мы здесь обойдем и пойдем. Смотрите, какой-то гусь не дождался охотника. Ох ты, даже косточку обглодали. Это то, что мне охотники наши предлагают всегда тоже. Я вова обшкубай, гуся. Косточки поглодай. Нахер. Не надо нам косточки. Шулюм давай. Фух. Блин, метеорологи обманули собаки такие. Ветер севера севера. Какой севера нахер? С запада. Западно-северный такой ветер. Ох. Не люблю, когда меня обманывают. Планы надо на ходу как-то менять. Ёки-палки. Не спешит улетать. А со мной улетели. Или подранок, или высуха. Нет, не высуха. Чемка какая-нибудь. Ну и че ты? А? А? Понимаешь, были бы мы с котами вот так бы сейчас. Бу-бу-х тебя вот так. Бу-бу-х, бу-бу-х. Мы же серую шейку читали, правда? Давай, 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 шуруй. Ой, ты турной такой. Утка знаешь, понимаешь? Чуть-чуть клюпий. Ёки-палки. Протопал лишний километр, чтобы только прозевать крикоша. Сидел там. Оооо. Ооо. Тетчап, дайм. Блин, тут их много сидело, я растерялся, как... Не знаю кто. Тетчап, дайм. Тетчап, он выходит на берег, дайм. Ну, блин. Это будет долгая песня. Заприметил место. Напрямую вышли. Ой-ой-ой, а грязный будешь же ты, товарищ крикаш, а? Ты будешь грязный. Ну-ка, где-нибудь поищи еще хорошо динамитер. Будешь еще один хотел вниз пойти. Фух. Ой, дурной, блин. Спотел, как бобик. Сейчас продует на холодном ветру. Надо бежать туда, куда мы, наверное, собирались. Фух. Ну... Ну, вот такой вот зеленоголовый крикаш, видите? Сегодня камера, надеюсь, еще берет. Все довольно светло. Ага. Красавца. Выбили. А что-то погорячился, я не знал, что они там сидят. Там парочка сидела, они оба темные, знаете, не селезене это. А утка, кряква. И я это. Ну, менжевался, менжевался, стрелять не стрелять. А тут эти товарищи оказались крикаши. Так, динамит. На дичи нельзя издеваться. Все. Фух. Остался овес у товарища, а? Комбайн стоит, он несколько волков свалил, а потом, наверное, дожди пошли. И снега, и морозы. Надо будет найти его. Поговорить с ним, может, овес... Видите, этот, ну, он не сможет его сдать, наверное, а его сушить только это. А сушить это затраты большие, знаете, на электроэнергию или на газ. И, ну, а если он еще с сорняком, то вообще... Ну, лошадям даже и то чистый хотят все люди овес, знаете. А мне бы медведей пошло кормить. Поэтому надо будет за зиму узнать, чье поле и че почем. Ну, ладно, хорош демагогии. Солнце-то уже, наверное, село. Пасмурный день сегодня очень. Так, опять надо обегать нам все озеро. Блин, ну, шо за такое, елки-палки. Вот, блин, вот, ребята, вот, в следующий раз, блин, думайте 150 раз, прежде чем начать нажать на спусковой крючок. Не на курок, на спусковой крючок. Это я всегда так это просто глумлюсь, чтобы эти... Ну, диванные теоретики, я так подскочил. Ой, ты баран, ты вообще ни хера не знаешь. Начинает наезжать на меня. И вообще тебе даже охотиться нельзя, даже рулье в руки нельзя. Ты на курок нажимаешь. А то на все, блин. Ага. Надо же на дни настебаться, правда? Ну ладно, все, пошли. Гусь пришел, а... Совсем с другого угла. Бильно. Бильно. Елки-палки. Бильно. Сидим в камышах, ждем чего-то. Чего не знаю. Елки-палки, а? Куда тебе? Как там попылять? Только что бойтесь, перехватить. Блин, гиганты. Фетчап! Фетчап дай. Блин, не рассчитал. Гиганты нахер. Надо было лучше стрелять. А-а-а-а-а, елки. Это были гиганты. Фу, блин. Барана. Сочался гигант. Добирает собачка. Ну, приносит смысле. Он скончался там на воде. Ну, обидно, обидно. Видите, как на дурника вот так. Думаешь, повезет. Какой, блин. Они такие, блин, эти гиганты то там, то там. Ёлки-палки. Им закон не писан. А дядя Волк, как дурак, бегай. Блин. Седалищный... Этот... Нерв. Разминай. Фетя-тапда. Гигант большой, его тяжело вытащить. А еще озеро разлилось, все эти кусты деревья затопило. Ага. Ну, наверное, камера ни хера не берет. Выключи я ее. Здравствуйте, товарищи, начальники и начальницы. Когда-нибудь наведем здесь порядок. Ой-бай. Ружбайки валяются. Все ружбайки сегодня чистил. Олег, с этим я наматерился, я не знаю, блин, как. Не мог собрать. Разобрать-то я набрал, блин. А собрать не мог. И потом в Ютубе смотрел умные видео всякие, как их собирать. Это, чтобы провонялось керосимом, я захерачил все. Действует, провонялся керосимом, блин. Пол-южный ружья чистил. Ну, как чистил, знаете, так запшикал и все, и убрал, чтобы хоть не сгнили. Ну, короче, это, приехали мы с охотой вечером. Ну, охота получился нормальный, пацаны. Ну, совсем мало убили, но это, ну, ништяк. Так, вначале два мелких вот таких летят. Взяли мы их. Два выстрела, два штуки. А потом крупный пошел. Крупного калак взяли. Хороший такой, увесистый, видите. Да шучу я, что вы это. Это, ну, украли же молотки, топоры, украли все. Купили мы это. Как раз на распродаже они. Ну, ну, что вам цены интересны, не? Это где-то обычно 39 баксов, по-моему, такой стоит. Он 3,5 паунда. По весу у них там продаются, знаете. Ага, а на распродаже 22 баксов, 21 или 22. Ну, да, вот, 3, видите, 3,5. ЛБСа. ЛБС это паунд, между прочим. Ага. Это, значит, полтора, ну, почти, полтора килограмма. Ага, ручка дневная, такая удобно, дрова каймут. Ну, да, да, эти были дешевые, там, 5,99 что ли это. И еще тоже на распродаже это, ну. Ну, ну, а то что, совсем как чмо, вообще ни в первых семенетах нет. Нет, вообще, эти козлы, блин, украли последнюю, елки-палки. Ага. Так. Ах да, почему купил это? Страховая компания, короче, убытка была на 5 тысяч. И они это, ну, потому что тысячу, то есть, сам там, типа, от первого оплачиваешь, у нас такой договор там был, да. А то все, и потом это, потому что это там у Сушка, у Труска, у Старого уже там, это, короче, подешевели они совсем, полторы тысячи они там заплатили, полторы тысячи баса. А это больше и деньги. Теперь будем потихонечку так ждать, когда на распродаже все будем восстанавливать все украденное. Ну, как-нибудь. Так, так, так. Утку, как мы застрелили, мы видели, да? Зеленоголовый, крикаш такой. Ну, ну, вот такой вот, красавец. Хороший, перышки. Ой, а сзади тоже зеленью отливает, видите? И перышки коречком. Ага. Ох, красавец. Ох, красавец. Еще были там иногда. Прошлепал я. Ага. Так, гуся, гуся. Давайте покажем гуся. Ну, елки-палки эти. Ну, я уже там на видео флакал, да? Я же не знал, что гиганты. По гигантам у меня своя система, своя сноровка. Динамит, отойди к чему. Ага. Если гиганты летят, знаете, я уже не стреляю, как этих белых там или простых, таких, и там бух, 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 да? А я гигантам играю, бух, не упал, я еще раз бух, не упал, я еще раз бух. И иногда уже это и вниз пошло все равно бух, бух. И вот с этими я не понял, что это гиганты, если честно, знаете, в сумерках уже как-то не настроился я на них еще. Хотя, когда это поздно, это когда поздняя такая осень, тогда теплолюбивая птица вся уходит, белый снежный гусь уходит, и поменьше гусь уже уходит, а эти допоздна держатся, допоздна. Уже снег лежит на земле, они могут своим телом это растапливать снег и корм искать там, поехать, держатся. Я аж в декабре это же иногда еще видел. Ага. Ну, вот так вот, ну. Ну, и, по-моему, потянул, потянул, наводил, и другой, смотрю, тоже потянул, но другой с ним за компанией, я думаю, сел. Ага. И потом, раз, этот скончался и прибило его. То есть, это, ну, неплохо так уж я стрелял, скажем так. Ну, ага. Ну, а потом смотрю, смотрю, ученый, ну, ничего, короче. Эти гиганты, знаете, они такие, они это, они себе на уме всегда, они ни от кого не зависят. Знаете, как кошка сама по себе живет, так и вот эти большие. Ага. Они где хотят, там уходят, короче, у них такой особой дороги жизни нету. Если был сильный ветер, они бы еще, ну, тупо против ветра шли. А так они по-всякому, знаете. И поэтому, это, я бегал, бегал, и нифига. Вот один топунов нашел, и то я не понял, что это гиганты, иначе бы лучше отстрелялся, конечно. Ну. Ну, и потом уже, это, мой мобильник зазвенел, дядя, его окончай стреляет, все, уже пора домой. А я все жду, жду, там, с моря погоды, думаю, там, это, ну, не хочется быть дворянкой столбовой. Может, волна, думаю, прибьет что-нибудь или что-то, там, ничего нету. И потом слышу, это, га-га, га-га, где-то гусить, так, это, над озером, там, набреющим, и это, боком к ветру, там, это идет, ага. Ну, и тут я вспомнил ваши высказки, дядя Вова, а что ты их не манишь, а что никогда не манишь? Ну, мани, что не мани, не умею, но все равно это, ну, ну, вот так вот, вот так. И так я как кряхнул, раз, и он заворачивает и на меня прямо, но по ветру, но большой, и стрелять уже нельзя, темно совсем. А я старый такой, противный козел, как это вылет, я пух, и он упал, как он упал, и как динамит с ним начал воевать. Ну, он упал-то это, ну, просто в суды разоглубился, а динамит-то не понял, и кувыркается, и кувыркается с ним, ага. Ой, большой пацан, ну, такой, как этот, как экран телевизора, прямо, смотрите, а. Нет, есть вот это, когда без всяких шуток, да, один такой гусь весит больше, чем два простых таких. Ну, я уж не знаю, как их назвать, здесь их называют хонкер, знаете, так это, ну, хонкер-трубач, да, потому что они там идут, они чуть не плачут, там кричат, не то, что там крякают, да, ну, большие, крупные. Я думаю, потому что я одного выбил, и он искал, ну, и хорошо, знаете, ну, пару, то есть, чтобы уже это, не страдал он. А то они первые дни очень страдают, ищут вторую половинку, знаете. Потом-то рано или поздно они, ну, как они, моногамные там они, как они называются, они не моногамные, да, они это. На следующий год он найдет себе любую подругу, конечно, и сделает гнездо, и выведет ее, и все, ну, 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 тут, извините, большая разница, видите, самец и самка, да, прямо намного увесистее, намного крупнее. Ой, тяжелый, тяжелый. Я говорю, вот эти два гуся больше тяжелее, чем это, четыре, потому что я недавно прошел раз четыре нес, и это. Ну, с этим я больше запарился. Спина заболела сразу. Ну, вот так вот, классная такая получилась охота. Поздняя осень уже, снежок немножко, холодно так, и это. Ну, два гиганта и крикаж. До свидания. Вот этот товарищ, знаете, большой любитель по всяким болотам, по всяким грязи бегать, елки-палки, а потом он тащится, ему нравится, когда я его вытираю. Думает, я им массаж делал, но не ничего. А? Мудошевелит такой. А что я еще хотел сказать? Ну, и упруг я с этими гусями по полю, знаете, там, это, бутилья, то все, там, камыши всякие. Ага. Это как паровоз, закипел, рот раскрыл, дышу как комик. И какая-то фигня мне в рот так залетела, блин. А я так бурьяно дышал, что обычно там, когда легко дышишь, там можно всегда попикнуться и выплюнуть. А тут я аж заглотил кипрень и хенни, блин. Аж, блин, тут инна. Не знаю, чего я заглотил, пацаны. Хорошо, если кусок какого-нибудь бурьяна там или что там. Или перекати боли, или там, ух, какой-нибудь летел. А вдруг инопланетяне там какую-нибудь херню какую-нибудь там пустили. И теперь этот во мне живет, знаете, вот так, с чехол сюда зашел, и все, теперь хост. Теперь там, теперь все, теперь на них буду работать, на инопланетян. Все, капец планете Земля. До свидания.